Иногда даже не умом понятно, а сердцем понятно, правда же? Вот человек говорит, и я вроде это не проходила, а сердце уже открыто, из сердца уже изливается вот этот источник жизни от Бога, и ты знаешь, что просто находиться рядом, просто атмосфера сама. Вот люди приходят к нам домой, у нас совершенно простой дом, и там не идеально чисто, но атмосфера любви и гостеприимства, и заходят люди, всегда говорят, ой, как у вас дома хорошо, а мне так, знаете, так стеснительно, думаю, да, хорошо у нас. Понимаешь, вот эта атмосфера, простоты любви, она всегда везде чувствуется. Я тебе сегодня сказала, я думаю, мы о твоих достижениях, может быть, немножко еще завтра повторим, или хочешь сегодня, но когда мне Майя рассказала, что я, кто-то там, повторюсь это слово, не помню. Бакалавр? Бакалавр, бакалавр. Я и говорю, вау, я с такими интересными людьми общаюсь, а вот в сердце простота, и ты не чувствуешь, что я вот с таким большим титулом, и, ну, вы мне не по пути. У меня аж куча сертификатов. Вот это все, что я принесла папку, это все мои сертификаты, чтобы люди видели. Видишь, умница, разумница. А это трудовая книжка. Помните, в Советском Союзе у нас были трудовые книжки? Это мой аттестат со школы. Это мой штат Вашингтод Лайсенс на парикмахера-дизайнера. Этот диплом я заканчивала компьютерное удостоверение. Настоящее в том, что я закончила бизнес-школу с аттестацией, отлично, какой-то оператор ПВМ. Ты уже не помнишь, какое. Да вообще, там такие машинки электронные были. Ой, программист я была, кто вот. А этот диплом выдан, закончила Карагандинский кооперативный институт торговли. Я работала в торговле, была, кстати, очень высокие посты занимала. Я очень, очень такая, как профессионал в торговле. Вот сейчас в сошел-сетях пришли очень многие программы обучающие, как правильно тексты делать, как все. Но на самом деле, я вспоминаю, ведь мы это все проходили в предмете реклама торговли. Там все это рассказывалось. Какая должна быть реклама, как составлять правильно тексты под влияние рекламы, такое прямое действие рекламы, косвенное. Все это мы проходили. Вот сколько, 30 предметов было у меня по экономическому образованию. 5 лет тоже курсовая работа была, политическая экономия, экономика планирования, организация технологий торговых процессов, экономическая география. Представляешь, теория кооперации, экономика организации планирования. Представь, какая умная девочка была. Ой, так, что еще у меня тут есть? Ты сейчас на другом уровне умная. Да, дермологика. Все это ничто по сравнению с сиянием славы Божьей, открывшейся во мне. И это вот сертификат у меня по образованию. Я проходила линия, есть в Америке, номер один дермологика по косметологии. Как правильно продукцию использовать, лечебные свойства ее. Это я проходила аттестат у меня по макияжу, артист по макияжу, макияж делать от компании. Это диплом, я заканчивала массажный институт здесь, в Калифорнии. Диплом холыстик массаж терапист. Оля, видишь, это уже на английском, ты можешь читать. Это показывает то, что ты не ленивая. Так, что тут еще? Не деньги случайно? Я затарила тут, аль нет, еще какой-то лайсенс. Ой, он еще закрытый. Так, что тут у нас? Это я заканчивала шестинедельное финансовое обучение. Как правильно финансами распоряжаться? Шесть недель обучения брала сертификат. Это сертификат был о служении министри. Ой-ой-ой, 12. А, это сертификат о том, что группы по сохранению домашнего насилия. Я преподаватель классов этих групп. Это два диплома мои о школах. Интернациональная школа по волосам я заканчивала в Германии. А это итальянская компания, сертификат по волосам. А это их не копии. А это я заканчивала библейскую школу еще по системе JetFelv. Годичное обучение было. Что еще тут в Вашингтон? Ну, вроде бы и все, да? Или еще что-то забыли? А твои теологические достижения? А теологические же уже я показывала. Вот, 60 предметов. Если хотите, зачитаем хотя бы немножко, что мы изучали, какие предметы. Синоптические Евангелия, Пятикнижья Моисея, История Церкви, Большие Пророки, Поэтические Книги, Исторические Книга, Молитва Отче Наш, Обзор Библии, История России, Скиния, Систематическая Теология, Темничные Послания, Малые Пророки, Библейская Консультация, Гамелистика. Первое и четвертое царств. Это предметы все. И часов, сколько мы изучали их. И итоговая оценка. Мы потом тесты сдавали. 100 баллов, это пятерка. А у меня здесь 100, 100, 97, 98, 100, 97, 190. Вот это что? Молитва Учинас, 90. Что, я плохо выучила, что ли? Надо повторить, пересдать. История пятидесятнического движения в России. Ячеечная Церковь, Законы Евангелия, Церковная Музыка, Духовная Жизнь Христианина, Учитель-Помощник, Воскресная Школа, Деяния Святых Апостолов. Это вот предметы, которые мы изучали. По-моему, на каждый предмет было две недели дано. И были преподаватели, приезжали, преподавали. Каждый преподаватель был очень уникальным, таким, своеобразным. Потом риторика, психология, археология, география Священного Писания, администрация церкви, английский язык, русский язык, конфлитология, греческий язык. Вот преподаватель по греческому языку, я ее как вспомню. И вот знаете, что я для себя беру жизненные уроки. Она была, знаете, какая строгая, злая. Орала на нас, кричала. Но самое, что я помню, что я очень зубрила этот предмет. Вот знаешь, когда преподаватель строгий, злой, она требуется, в принципе, ее злость какая, строгость? Чтоб ты знал этот предмет. А я думаю, ну правильно, ты ее вроде в подсознании как бы и не любишь, а с другой стороны потом понимаешь, благодарен за то, что человек просто что сделал? Активизировал тебя. Ты просто больше тратишь внимание, энергии, чтобы выучить это. А кому это полезно? Прежде всего нам, правильно? Поэтому учителя должны быть немножко строгими. Кто является учителем, будьте строгими. И кнут, и пряник должен быть. Вот такие, Олечка, мы изучали предметы, поэтому, дорогие мои слушатели, все, кто меня смотрит на Facebook, везде, и кто меня не знает и спрашивает вопросы, вы уже можете ответить. Кто меня знает и слушал, что Майя проходила психологию, Майя проходила конфликтологию даже, Майя проходила христианская семья, христианская этика, риторика, религия и закон. Так что я имею право заниматься этой деятельностью на территории Америки, на территории всего земного шара. Наша церковь и школа, где я проходила, это все была миссионерская школа. Центр сейчас ее находится и в Москве, и в Лос-Анджелесе. Поэтому мы имеем очень полноправное право заниматься этими вещами, душепопечительством, консультированием. И помимо этого есть самый наивысший закон и власть, которая разрешила это делать. Это Бог, который помазал меня на это дело, на эти мероприятия. И может быть внешне оно не выглядит так, что я крутая помазанная, но внутри меня идет жизнь Божия, и я не могу этим не делиться. И слепой может это только не увидеть. Продолжение следует...